привет что это у вас здесь не уж что ты решила за 9 месяцев наконец-таки испробовать дурянчика когда я покупала он пах так вкусно а сейчас вот уже вообще что-то невкусно знаете пахнет каким-то копченым мясом вау раз фокус от дуриана походу у меня сейчас раз фокус будет вообще мне кажется в желудке короче мы взяли дуриан и все-таки решились его попробовать кто не значит такую дурян погуглите а еще смотрите юля себе прикупил новый кипарик это не если купила это зайка у меня вчера подарил мы вчера с ним ходили вечером ресторанчика потом шли обратно и ему понравилась кепочка примерите мне тоже репкур ладно юля пока будет готовить я пойду короче налью нам вот водить водиться кто не шарит в таиланде короче можно водиться налить всего лишь за 1 бат за литр и у нас прямо внизу короче есть автомат сейчас как раз пойду вам покажу вот у нас здесь на парковке мог стать есть ландри но у нас комнате из ландри но что здесь можно постирать не знаю сколько стоит такие автоматы надеюсь стоимость не поменялась открываем открываем кладем нашу воду так что тут еще одна дверца просто литр 2 литра 3 литра можно кстати еще и горячую воду себе бомбану так что будете в таиланде видите такие автоматы можете пить мы в паттайе два месяца пили такую воду отличная вода без привкуса без всего и ни разу нам плохо не было но я думаю здесь с этим все нормально оказалось это буду к на 4 литра они на 5 я что-то не посмотрел ну да ладно а я сегодня в бексила все прикупила всякие штучки этап от выпадения волос спрей тут бальзамы ой бальзамы дезодоранты тайский натуральный кристалл таблеточки зубная паста ну что как на твой вкус чем пахнет пойдем поближе к свету туда пойдем поближе к выходу может быть наш соседей не очень любит дуриан кстати у нас дверь всегда открыта вот так многие поступают чтобы хорошо проветривалась если чаще сразу же заберешь дуриан да с тобой куда-нибудь подальше пахнет как сладенькое что-то там сладенький тухлый лук так что вот этого да 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 можно чуть-чуть сюда да так посетливать какой-то он не такой мягкий который как должен быть мы смотрели всегда на видео очень мягкий просто тут корочка сверху внутрь мякоть а значит отлично просто я выбрала вот он только его порезал и он не вонял вообще то есть он так приятно пах супер классная тема попробуй за кадром очень вкусно и но я выбрал хороший очень вкусно ребят вот да там был дуриан который мне приятно пах на кучу но я выбрал тот который пахнет приятно и он молодой говорят же да когда он получается постареет оба ночная как ну да там у него в основном такие были маленькие дурианчики и все и он прям мне прям понравилось это вот бикси если что вот два таких кусочка стоит стоит наступать бат цена не дешевая не буду есть но вкусная правда стоит попробовать если хотите вкусного дуриана попробовать это юля говорит оденешь чтобы если начнется вонять мы просто не знали что-то все понаслушались про дуриан не но обычно его вот так вот едят потому что в руки потом не пахнет вот эту не ешь косточку кстати дурианин замешать с алкоголем то есть нельзя пить знаю вино и заедать дурианом это будет нужно говорят нельзя а еще нельзя сразу есть дуриан как раз давно хотела купить именно так чтобы было вот как раз два кусочка свеженькие вкусненький дуриан съесть и так сказать для галочки туда есть ничего потому что вот опыт все а вот это белая на горько я сегодня с утра опять пошла думала весь день прогуляю торговых центрах смотрю что-нибудь интересное но в итоге зашла дуриан и решила вернуться а сейчас поем дуриан и пойду дальше сегодня воскресенье сегодня должен быть открыт воскресный рынок я надеюсь до него доедут на окраине города но как-то из тех кто ну как я скажу что он вкусный но он реально им быстро наедаешься причем странно такой вкус да джетфрут вообще какой-то наш а у вас нет на программу у меня с девочкой что тихо тихо в общем-то оценила в нем какие-то такие нотки сладкие ореховые немножко есть какие-то овощные я думаю сначала что-то вкус напоминает мне даже отдаленно курицу напомнила еще места грудинка реально сладкая грудинка орехи вообще все но орехи наверно из-за того что я там орех внутри кусил кстати не кусаем как это знаешь когда вкус у него знаешь какой грецкий орех знаешь когда горькие попадаются вот и вот у этой корочки рехвы но мы не знаю мне кажется она вообще ее нельзя есть но я чуть-чуть скучаю что мне нравится что нам попался хороший дырян возможно в каком-нибудь другой ситуации нам попался невкусный уже было такое впечатление тухлые носки лук все дела она всем приятного кстати аппетита кто ест я начала примеру сейчас я в магазине гибрид это магазин тайских товаров тайской одежды и сейчас я мерю кофточку стоит она 1000 бат это к слову единственная теплая вещь пока которую я видела вообще не в таланде в бангкоке здесь этого вообще мало и здесь кстати есть ну как это курточки не курточки но что-то в общем тепло сейчас я тоже это померю выглядит конечно такой стиль но мне хочется померить здесь наклеены такие леопарды мне очень нравится выглядит красиво интересно вот такой бомбер тоже по последнему писку моды с каким-то нашивочкой розовенький кстати с другой стороны у него он как бы двухсторонний его можно одеть синей стороной там тоже свой узор прикольный бомбер ничего если только он не стоил три с половиной тысячи бат и у него атласная ткань которая оставляет зацепки если вот например ногтем зацепитесь или еще чем-то можно оставить некрасивые воспоминания об этом мне очень нравится в принципе как она сочетается с этой кофточкой и он ну не скажешь что прям теплый так на холодное лето я думаю подойдет такая красота мне сейчас нам приглянулся сзади тоже какой-то узор вот этот ковер стоит 3000 бат мне кажется джинсами неплохо бы смотрелся но он не очень тоже теплый здесь подкладочка идет и вот эта ткань но она плотная здесь в этом магазине все все сделано из хлопка мне нравится что здесь такие интересные вещи качественные вот эта полос вышивкой стоит полторы тысячи бат очень дорого такое красивое оно молочного цвета не белого вот думаю кофту брать или нет наверно подумаю еще все померила и в итоге ничего не купила мне на самом деле все понравилось и я не знаю решили либо либо все либо ничего поэтому все обдумать потому что стоят вещи эти дорого покажу пашке приду домой что он скажет как ему понравится или нет в прошлом кадре я говорила что я собираюсь поехать на рынок для вас прошла всего секунда несколько мгновений а для меня прошло целых полтора часа именно столько я ждала автобус который идет на этот рынок я не знаю откуда у меня сотка выдержки и просто постоять под полтора часа на лютой жаре для меня оказалось безобразие просто просто стояла ждала автобус смотрела на движение тут кстати поток вообще такой большой пробка пробка там на светофоре я просто сидела думала думала как клево овощи в пангкоке как мне нравится жалко что конечно сегодня уже наверно не поеду на этот рынок чего-то я я не просто насколько я еще бы жать этот автобус а на такси как тоже странно садиться после полтора часового ожидания поэтому я думаю знаете что сделать пойти подстричься вот недавно мне в голову взбрела идея просто взять и отстечь волосы бывает так просто просыпаешься с утра и думаешь почему бы и нет почему бы не постричься срезать 20 сантиметров лишних волос я еще хотела покраситься я просто я никогда не думала что когда-нибудь захочу покрасить волосы и для меня на меня это вообще не похоже не знаю что на меня так подействует мне кажется бангкок здесь все так стильно модно а не знаю все таки клево и хочется как-то себя изменить немножко внешне поэтому я хотела знаете как амбре вроде называется когда часть волос как бы где аж градиент на кончиках я хотела свет немножко сделать кончики то есть подстричься и немного посветлее кончики сделать поэтому чувствую сейчас пойду парикмахерский я уже зашла спросила будет стоить 660 бат стрижка которую я хочу там я показала фотографию там все просто просто отстричь волосы и все волосы у меня растут быстро проблем с тем чтобы ну с их вырастить снова мне кажется мне не будет здесь я захочу то я просто не буду их стричь и все у меня будут длинные волосы на самом деле я думала что когда в следующий раз включусь я уже буду подстрижена но как только я дописала прошлый кадр когда я сказала что я иду делать стрижку и тут приезжает мой автобус и я ехала всего полчаса это в три раза быстрее чем я ждала его так иду смотреть что за маркет на самом деле меня интересует только одно косметика с улиткой с улиточной слизью если ее там нет я думаю что я там не задержусь я думала что мне нужна только улиточная косметика на самом деле я уже залипла в очках в чехлах для телефона сейчас это нашивочки я уже понабрала себе разных я думаю можно интересно как-то оформить какую-нибудь джинсовку например или футболку я еле как ушла от этих нашивок фу нашивки купила это было тяжело просто их так много там три таза все разные на огромном рынке рынке тоже нет косметики я уже по-всякому гуглила где в Вангкоке купить тайскую я знаю есть магазины Boots Watson но там нет той косметики которая продается в Паттайе на каждом углу там самая дешевая какая-то обычная тайская косметика здесь такого вообще нет ни на рынках нигде такие дела зато тут есть ретро байки кстати ретро автомобили тоже есть я видела а здесь колечки все по 30 бат и я тут вообще залипла чуть всю штуку с камушками без зеленые ой золотые черные я тут кое-что отложила может быть возьму в общем я нашла вот хоть что-то со всего огромного рынка я нашла только вот такую забегаловку и смотрю тут улиточная косметика есть вот такая хотела не то что я хотела думаю что я здесь наверное ничего себе не найду спасибо